всем добрый день начинаю рисовать новый рисунок это будет персонаж из мультфильма диснеевского мультфильма скрутч макдак очень простой рисунок подойдет наверное любой аудитории самых маленьких зрителей до любого возраста в принципе рисунок будет очень простой ролик будет короткий рисунок будет выполнены фломастерами и так взял формат бумаги а5 половинка а4 так для уточнения обычная бумага для рисования альбомный листочек пополам его разрезал вот и срисовываю данного этого персонажа начал рисовать именно с цилиндра потом немножко нарисовал там глаза и так постепенно смотрю на рисунок соблюдаю эти пропорции и так потихонечку это все как бы прорисовываю потом возьму линнер пройдусь по всем линиям которые на я нарисовал но сейчас вот нарисую этим карандашом то есть полностью по всем линиям рисунок будет такой весь обведенной этим линнером то есть как бы сделаю такую разукрашку и затем буду уже как бы маркерами разукрашивать это все то есть специально сделал простенькое видео для самых маленьких зрителей которые может быть хотят нарисовать ну подобного там персонажа да может быть поможет кому-то там нарисовать данную утку вот мультик был очень давно все по телевизору еще я был маленький наверно смотрел эти все утиные истории ну вот решил себя нарисовать вот то есть когда я шел этот мультик я себе я хотел в принципе нарисовать но тогда еще не умел вот но сейчас немножечко умею но уже как бы повзрослел ну и так далее итак заканчиваю прорисовку этого персонажа прорисовал ему то есть туловище там лапки да все это типа обозначал где какой будет цвет именно пограничивал это все линиями вот сейчас дорисовываю ему вот эту трость руки мы там немножко прорисуем вот и уже примусь за наведение вот этих вот линий линером то есть беру тоненький это свой маркер черного цвета в некоторых местах возьму лекала линейку чтобы это все по обводить красивенько вот и как бы все остальное буду принципе обводить от руки но тут главное как бы не вести медленно стараться проводить то есть любую линию именно быстро вот туда линия получается как бы ровная без всяких таких мелких ну как бы волн что ли да вот то есть нужно стараться именно быстро это все провести вот ну если у кого-то не получается с первого раза ничего страшного тренируйтесь рисуйте срисовывайте со временем придет и опыт вот будет получаться все лучше и лучше вот поэтому ну как рекомендую тренироваться на таких вот как бы простеньких рисунках то есть у меня на канале есть рисунки и более сложные и и карандашом и маркером но последнее время начал марым маркерами рисовать вот поэтому есть там не очень сложные то есть разной степени сложности вот ну решил попробовать порисовать именно простенькая но для самых маленьких зрителей и так провожу обвожу вернее все линии которые там по нарисовал до этого карандашом вот то есть стараясь проводить целую линию то есть от начала до конца как бы одним движением вот но если там какие-то сложные нам изгибы то допустим там с одной с другой стороны как то так это все я ввожу то есть в принципе так видно на видео как это все провожу вот то есть основную часть вот я покажу а самые такие вот сложные моменты вот был пропуск вот там вот пояс обрисовал такими то тоже подлекал вот но такие вот как бы большие линии дугообразные эти да вот то уже применял лекала и так закончил я обводку рисунка и сейчас принимают уже именно за заполнение именно цветом вот беру черный и зарисовываю все что там черное ну черного тут очень мало будет это будет цилиндр ну и вот сами вы глаза беру серый маркер да вот и прорисовываю все что нахожу этим серым маркером то есть это в основном вот у него там волосы руки то есть очень мало таких то есть основной цвет будет у него как бы голубой это его но одежда вся голубой но и некоторых местах будет коричневый вот и там допустим самого туловища тоже будет какого-то другого цвета да вот и в некоторых местах вот там пуговица вот и наконечник трости то там будете под золото либо желтым просто возьму маркером вот ну как то так вот прорисовываю и так взял голубой маркер то есть темно-синий такой вот и сейчас делаю себе контуры чтобы не залить как бы лишнее да и аккуратненько как это стараюсь это все за заливать именно цветом вот то есть там ну чтобы добиться такого как бы максимально такого плотного цвета можно там в несколько раз это все провести вот ну бумага у меня очень плотная 200 грамм на квадратный метр на то есть это очень плотная бумага она не предназначена для маркера поэтому очень надо аккуратненько потому что очень много маркеров типа впитается в этот лист бумаги вот поэтому как бы так стараюсь не не сильно его держать на одном месте вот так в принципе и продолжаю заполнять цветом этого персонажа на свой рисунок вот если рисуете со мной за мной на вместе со мной не бойтесь выходить за эти линии ничего страшного если там выйдете немножко вот если вы там как бы не часто рисуете или только пытаетесь нарисовать научиться рисовать не бойтесь выходить за линии главное чтобы у вас рука привыкала именно рисовать эти линии там кривые прямые вот чтобы глаз привыкал именно переносу именно пропорций что в там допустим она в данном рисунке что там шляпа была ну как бы на уровне с головой но соизмеримая да вот не было либо больше либо меньше либо какой-то другой ну как другая часть там тела до было там длиннее либо меньше либо больше вот то чтобы вы понимали как сам процесс происходит рисование то есть так и прорисовываю всего этого все весь этот рисунок вот меня один маркер другим вот взял коричневый маркер и прохожу все участки там делают именно присутствует данный цвет вот то есть там на шляпке немного на воротнике там вот ноги эти сандали да наверное вот то есть прохожу конкретно этим карандашом вернее маркером вот то есть зарисовываю аккуратненько стараясь не выходить за линии вот то есть понаходил все элементы этого маркера до соответствующего этого цвета да вот потом беру следующий но и так постепенно бы рисунок заполняется она пригодит как бы законченный такой вид вот взял вот желтый маркер на двух местах им только там пуговица либо медальон и не знаю что то такое вот и к не наконечник трости вот у него такого цвета вот сейчас уже вот буду за заканчивать рисунок взял такой как бы телесный подходящий скажем так цвет для утки вот этой который с картинки с которой с рисовываю вот опять таки маркер маркеры по цвету могут быть и не совпадать которые там нарисую в принципе главное чтобы немножко там было похоже да вот ничего страшного если там будут другие маркеры главное пробовать рисовать учиться набираться опыта то есть если вы хотите нарисовать ну что-то нужно все пробовать пробовать возможно с первого раза это все не сильно получится но главное пробовать рисовать и все все получится все будет хорошо итак буду заканчивать свои пояснения к этому рисунку кто досмотрел ролик до конца большое спасибо кто первый раз на канале пожалуйста подписывайтесь будут еще рисунки и такие простые и более сложные то есть подписывайтесь ставьте колокольчик чтобы не пропустить новое видео спасибо всем за внимание увидимся в новых видео до свидания